Сегодня юбилей одной из ведущих информационных структур России, агентства РИА Новости. Его история началась ровно 70 лет назад, в июне 41-го. На третий день Великой Отечественной было создано легендарное Совинформбюро, из сводок которого можно было составить самую подробную военную летопись. О внештатных редакторах из ставки Верховного Главнокомандующего и современных мультимедийных технологиях. Репортаж нашего корреспондента Яны Пудзибан. Левитан у микрофона читает первые фронтовые сводки. Эти кадры о начале войны записали через 15 лет после победы. Своеобразная историческая реконструкция ради памяти в июне 41-го выходили не в записи, а в прямом эфире. Да и писали новости не репортеры. Оказывается, первые сводки составлялись разведуправлениями, а затем редактировались лично Сталину. И оттуда уже посылались Совинформбюро. Так что можно сказать, что одним из наших внештатников был Ильич Виссарион. Так начиналось Информбюро, которое создали на третий день войны. И почти сразу Гитлер начал охоту на агентство. За голову Левитану было обещано 250 тысяч марок. Совинформбюро располагалось в здании телеграфа, пытались стереть с лица земли. И этот день описан в архивах подробно. 26 октября, уже после отбоя воздушной тревоги, вражеский самолет сбросил 4 бомбы. Три из них упали вокруг здания. Последняя угодила вот прямо в эту стену со стороны проезда. Взрывной волной выбило стекла и сдвинуло крышу. Никто не погиб, но пострадали почти 70 человек. Каждое утро с 5 до 6 диктор читал текст медленно, а название городов по буквам Чикане, чтобы легче было записать. Сводки становились первой полосой газет. Сначала советских, а потом и зарубежных. Материалы с поля боя запрашивали по всему миру. Его рассказ можно было услышать из солдатских окопов, из борта боевого самолета. Уже через несколько недель имена советских репортеров знал весь мир. 80 авторов, их список как энциклопедия звездных имен литературы. Михаил Шолохов, Алексей Толстой, Корней Чуковский. Но любимчиком, к примеру, Нью-Йорк-Пост или Ля Франц был Илья Эренбург. Чтобы придумать, как ответить публицисту, Гебель созывал специальные совещания. А задуматься было над чем. Одним предложением литератор стирал границы на карте между Союзом и Европой. И действительно, есть ли разница между пепелищем Воронежа или пепелищем Герники? Достаточно увидеть Воронеж, чтобы представить себе множество европейских городов. Так до сих пор Герника – пепелище. Испанцы не могут заняться своим домом. Они вынуждены обслуживать интендантство Германии и умирать за Берлин под Ленинградом. После победы почти военную организацию Совинформбюро переименовали в общественную АПН – Агентство печати новости. Статьи и очерки АПН передаются во многие страны мира и используются в зарубежных изданиях. В АПН репортеры стремились попасть. Это был реальный шанс работать за границей в корпунктах по всему миру. Хотя и называли любимую редакцию «могилы неизвестного журналиста». Их имена знали главным образом за границей. Писали только для капиталистического Запада. По этой же причине в агентстве и цензуры было меньше. К тому же у репортеров был негласный карт-бланш. Работники АПН имели доступ к хорошим источникам информации. Могли взять интервью любого государственного и общественного деятеля. В 60-е журналисты двинулись завоевывать новое информационное пространство. АПН первым открыли бюро на Востоке. Такая экзотика интриговала. Считалось под прикрытием журналистов. Там работают шпионы. Что касается шпионской романтики, то настоящие журналисты никакой шпионской романтики не хлебали. К счастью. Но то, что под крышей и нашего агентства, и ТАСС работала внешняя разведка, это в общем секрет полишины. Прозрачность сегодня стиля агентства. В Реоновостях приемники АПН не дверей, стены стеклянные. Не только новости технологии их создания должны быть на виду. Чтобы завоевывать новые горизонты, в ритуальном пространстве изменили пространство физическое. Внутри агентство теперь круглое. Собираясь на 5 минут, поворачиваясь, подъезжая фактически на своем стуле к этому столу, обсуждают быстро, коротко, принимают решение, каждый раз ехался. Не нужно уходить в переговорку. Это все экономия времени. Это борьба за, как в спорте, голые очки секунды. Здесь так и говорят. 70-летний юбилей вышли на новый уровень. 7.0. Мультимедийная версия в семи форматах. Сегодня, как раньше в Совинформбюро за подвигами, ВПН за романтикой, в российское информационное агентство спешат молодые репортеры. За возможностью делать новости на новой, теперь цифровой территории. Яна Подзюбан, Максим Бобров, Анна Бритвина, Алексей Козлов. Первый канал.